Что такое притворная сделка? Сегодня темой нашего выпуска будет ответ на вопрос, что такое мнимые и притворные сделки. С вами я, адвокат Антон Лебедев, и так начнем. Для детального разбора понятия мнимой или притворной сделки следует ознакомиться с общими положениями, а не действительности сделок. Так, в силу положения ст. 166 Гражданского кодекса РФ, недействительные сделки бывают двух видов – оспоримые, для признания недействительности которых требуется судебный акт, или ничтожные, которые недействительны в силу закона. В силу положения ст. 170 Гражданского кодекса, мнимая сделка – это ничтожная сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Притворная сделка – это ничтожная сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе и на иных условиях. Это означает то, что притворные и мнимые сделки не могут порождать каких-либо последствий, кроме последствий совершения такой сделки. Несмотря на ничтожность притворных или мнимых сделок, заинтересованным лицам все-таки приходится обращаться в суд для применения последствий совершения таких сделок. Согласно ч. 1 ст. 167, недействительная сделка не влечет в юридические последствия, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Притворная сделка имеет свои особенности. Она не влечет приведение положения сторон в первоначальное состояние. Последствием совершения притворной сделки является применение правил сделки, которую стороны действительно имели в виду. В силу положения ч. 2 ст. 170 Гражданского кодекса. Эта позиция дополнительно подкреплена в пункте 88 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года, номер 25, о применении судами некоторых положений раздела 1 ч. 1 Гражданского кодекса РФ. Поэтому признание сделки притворной не влечет таких последствий, как реституция, поскольку законам в отношении притворных сделок предусмотрены иные последствия. Более того, в пункте 87 указанного постановления говорится о том, что намерения одного участника совершить притворную сделку недостаточно для признания сделки притворной. Таким образом, воля всех участников притворной сделки должна быть направлена на ее совершение. Недостаточно заявить о том, что истец был намерен совершить притворную сделку. Необходимо еще доказать, что такое намерение было и у ответчика. Частой ошибкой в этом смысле является заявление в иске того, что истец не хотел совершать притворную сделку, а ответчик хотел, и поэтому сделка является притворной. Такая позиция противоречит самой сути притворной сделки, поэтому такой иск не может быть удовлетворен. Для прикрытия сделки может быть совершена не только одна сделка, но и несколько сделок. В таком случае прикрывающие сделки являются ничтожными, а к сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом ее существа и содержания, применяется относящихся к ней правилам. Пункт 88. Постановление пленума. Из содержания указанной нормы и разъяснений пленума следует, что в случае признания сделки недействительной в связи с ее притворностью, суду необходимо установить действительную волю сторон, выяснить фактические отношения между сторонами, а также намерения каждой стороны. При этом следует учитывать, что обращаться с иском о признании притворной сделки недействительной можно, но делать это может сторона такой сделки или иное лицо, имеющее охраняемый законом интерес в признании такой сделки недействительной в силу положения ст. 166 Гражданского кодекса. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok